Здравствуйте! Остается с горечью констатировать, что опять какие-то нехорошие шевеления начались на площади Мочелова, Металлургов, в сквере, примыкающем к ДК со стороны улицы Мария Вейда. В нем была замечена строительная техника и понятно, что все не просто так. Сквер со стороны Елизарова уже пару лет как фактически у контрапупили, устроив там рынок. Ну и понятно, что и вот на этот второй сквер у хозяев тоже, скорее всего, были какие-то планы, но тогда получилось их осадить. Прошло время и снова началось, извольте, радоваться. В пятницу были, по нашему мнению, незаконно снесены семь деревьев, это шесть берез, один одна липа. И сейчас Департамент благоустройства и экологии определит нанесенный ущерб. И если будет такая необходимость, через исковое заявление в суд, через суд будем добиваться возмещения материального ущерба. Плюс сейчас мы как администрация района написали письма, это прокуратура города, прокуратура района, природоохранную прокуратуру и непосредственно Департамент благоустройства. Что удалось выяснить, и сам ДК Металлургов, и прилегающую территорию бывшие собственники, в свое время измутившие всю эту конетель с коммерциализацией духовно-культурного центра городка Металлургов в лучших традициях, в волчьих законах капитализма, перепродали уже каким-то тюменским ребятам. Но вот те, со всем пылом и нерастраченной страстью, похоже, и продолжают осваивать начатое когда-то. Вот очень бы хотелось по этому поводу ошибиться и быть уверенным, что как был тут сквер, так он тут и останется. Но мы предполагаем, а вот что будет в действительности, посмотрим. Пока же самый заметный итог проводимых в сквере работ порушили, как его назвали, местный бункер. Некую железобетонную конструкцию под горами земли, построенную еще в советское время и похожую на какую-то инфраструктурную составляющую бомбоубежища, которая оборудована под тем же ДК, ну что-то на вроде там вентиляционной шахты. Ну так вот, купол этого сооружения обрушен вниз, арматура торчит, вокруг куча земли. Насколько это может быть правомощно и согласовано? Если это часть бомбоубежища, то это объект в ведении ГОХС, его трогать нельзя ни в коем случае. Я, правда, слышал и альтернативную версию, что это всего лишь запасной пожарный резервуар на 200 кубов воды, но на случай, если бы ДК загорелся, то это была бы часть единой противопожарной системы. А вот сейчас и система пожаротушения новая, и эта не нужна, и все равно давно уже не в рабочем состоянии. Так и это утверждение все надо перепроверять. Но даже если и так, и действительно, это только резервуар для воды, надо выяснить, а не имеет ли он еще и двойного назначения на случай войны или что-то там в этом роде. Вот точно ли он не имеет ценности и значения с точки зрения гражданской обороны? Точно ли он не должен был снабжать водой людей, укрывшихся в бомбоубежище? Понятно, что бункер-то это только вот начало. Мешался этот холм посреди сквера, его и срыли. Мне уже сигналили, что яму засыпали землей, так что теперь там ровная площадка. Ну, хорошо. А вот главный-то вопрос, так что дальше? Ведь вряд ли все затевалось только ради этого, и на этом остановятся. Так что будет в итоге со сквером, с деревьями? Что будет на самой площадке? Собственник земли обязан нести и несет ответственность за сохрану зеленых насаждений. И для того, чтобы снести зеленые насаждения, нужно получить разрешение. Данного разрешения администрация рано не выдавала, и Департамент благоустройства экологии таких разрешений не выдавал.